Доброго времени суток всем! Вы смотрите авторский YouTube-канал «Современный разговор». Я автор и ведущий канала, журналист Расим Бабаев. В очередной раз с удовольствием представляю вам бывшего министра иностранных дел Азербайджана, политического аналитика Азербайджана, прежде всего разрешите поздравить вас и весь азербайджанский народ, все народы населяющие нашу страну, с тем, что в эти дни в Азербайджане празднули вторую годовщину окончания Второй Карабахской войны и освобождение наших территорий от оккупации. Это очень такая историческая дата, которую мы ждали долго и которую вы в том числе тоже приближали как могли в бытность вашу главой МИД Азербайджана. Да, я тоже хотел бы вас поздравить, потому что это победа всего азербайджанского народа, всех граждан Азербайджана, которые, как вы говорили, делали все для того, чтобы приблизить эту победу. Я, в свою очередь, хотел бы отметить, если позволите, то обстоятельство, что эта победа стала результатом долгой и, скажем так, планируемой работы, которые многое заранее было подготовлено. Многолетняя подготовка велась по целому ряду направлений, поэтому эта победа – это заслуженная награда всех граждан Азербайджана, которые, как поется в песне, приближали эту победу, как могли. Тофик Майлим, я бы хотел попросить вас прокомментировать ситуацию, которая началась два года назад, после окончания войны, которая начиналась, как говорится, с заключения трехстороннего заявления, в котором подписались Ильха Малеев, Владимир Путин, Никол Пашинян. Одним из значимых событий за последнее время стала встреча в Сочи. Как вы можете оценить ее значение? И с таким заявлением, может быть, неожиданно, для кого-то выступил посол России в Армении Капыркин, сказал, что давайте отложим будущим поколениям вопрос статуса Карабаха, а сейчас будем решать мирное соглашение. Ваше мнение обо всем этом? Вы знаете, процесс осмысления того, что произошло с нами два года назад, собственно, не прекращался весь этот период, потому что то, что мы называем коротким словом «победа», это, как я хотел бы еще раз отметить, это результат большого труда, многие аспекты которого вот этой победы, и не только военные, но и целый ряд организационных, политических, экономических, они подготавливались на протяжении долгого периода. Мы много очень говорим и правильно говорим о том, что в результате того, что очень долгий период создавались наши вооруженные силы, велась подготовка в направлении приобретения различного рода вооружений, создание родов войск соответствующих, подготовка личного состава, разработка и подготовка к осуществлению оперативных планов, тактического уровня, стратегического уровня и так далее, все это велось как бы в направлении то, что мы называем военной сферой, которая велась под руководством президента Азербайджана. Вместе с тем я хотел бы отметить, что такая важная составляющая часть вот этой всей большой работы как подготовка соответствующих условий, которые принято называть таким словом как международная сфера, это тоже результат очень долгой и планомерной работы. Почему? Потому что мы видели, что в ходе ведения военных действий в течение этих 44 дней очень активно велась и пропагандистская работа или, как ее еще называют, пропагандистская война. Естественно, что пропаганда военного времени, она имеет свою специфику, и у нас тоже эта пропаганда велась и в направлении самого Азербайджана, в направлении его граждан, так и активно велась пропаганда в направлении международного сообщества. И мы видим, что в основе этой работы или как бы во главе этой работы был сам президент, который, ну, мы знаем, что, во-первых, если, так сказать, на внутреннем, так сказать, вот арене, на внутренней такой аудитории мы все были настолько уверены, что официальные сообщения не полностью соответствуют действительности, все мы их ждали и так далее, то вторая часть этой пропаганды, она была направлена вот как бы в сторону от границ Азербайджана, и президент тоже целенаправленно вел эту работу. Причем хотел бы обратить внимание, что эта пропагандистская работа, она в себе заключала и очень большую, скажем такую, была частью выполнения очень важной стратегической задачи в области внешней политики. Именно в той части, которая касалась вот этого конфликта армена-азербайджанского. Потому что в ходе многочисленных интервью, которые давал президент Азербайджана, мы видели, во всяком случае, специалисты очень хорошо усваивали и видели, и специалисты, я имею в виду не только в Азербайджане, а прежде всего, скажем, те, кто отслеживает внешнеполитические аспекты вот этого конфликта, они видели определенные тезисы, которые звучали, хотя и в различных интервью, но выстраивали некую новую концепцию того, как Азербайджан видит постконфликтные политические и дипломатические усилия. Ну, например, те тезисы, которые у всех на слуху. Например, еще в ходе активной фазы военных действий президент заявил, что без освобождения Шуши наша победа будет неплохой. И как бы обозначил, скажем, определенную планку для того, чтобы показать, что является нашей основной военной целью, да, или как бы к чему стремятся наши вооруженные силы. Причем этот тезис о Шуши, он прозвучал еще задолго до того, как Шуша была освобождена. Вспомним мы. Другой момент. Буквально после 10-15 дней уже активно в выступлениях президента звучала такая мысль о том, что статус-кво изменен. То есть это означало все, вот вся та ситуация, включая и линию соприкосновения, которая была до сентября 2020 года, и, конечно же, все те наработки, которые вот предлагала, те предложения, те концептуальные основы урегулирования, которые предлагались нам со стороны посредников, которые, скажем откровенно, были далеко, далеки от справедливых, скажем, таких требований и интересов Азербайджана, да, что однозначно заявлялось, что на этом надо поставить как бы крест, да, то есть ситуация статус-кво изменен. И вот тут мы подходим к вашему вопросу вплотную. Значит, ситуация статус-кво изменен и должно быть в ходе вот прекращения военных действий должно состояться вот некая новая констатация нового статуса-кво, да, или вот такого статуса, который будет основой для постконфликтного урегулирования. Звучали другие тезисы, я не буду на них останавливаться, но они, в принципе, давали нам основу для того, чтобы представить, как видит Азербайджан вот эту постконфликтную ситуацию. Ну, упомяну еще один тезис, конечно, который также звучал, он, правда, прозвучал сразу после окончания военных действий. Это в отношении Минской группы и вопросов статуса, да, статуса Нагорного Карабаха. Тогда звучал этот тезис. И там тоже прозвучали соответствующие заявления о том, что вот Минская группа, ну, во-первых, что ее деятельность неудовлетворительна, и что она как бы должна, если она хочет остаться в процессе, она должна предложить те концептуальные основы своей деятельности, которые будут в интересах Азербайджана, будут востребованы Азербайджаном. А тот алгоритм, когда они предлагают что-то, да, и вот возьмите это, это нас как бы не устраивает. И, конечно, констатация того, что статус, никакого статуса не будет, статус Гёрба Гёрлу и так далее, да. То есть мы так и понимали, что вот концепция разработки какого-то особого статуса в условиях, когда изгнанный из Армении Азербайджанцы на протяжении многих лет этот процесс обстановления продолжался, и никакого статуса у них никогда не было. То есть эта односторонняя вот такая ситуация, она не будет продолжена после вот завершения конфликта. Итак, как бы еще в ходе войны вырисовались некие такие концептуальные основы того, как Азербайджан видит урегулирование, постконфликтное урегулирование взаимоотношений в нашем регионе. И хотел бы особо отметить, что вот прошло уже два года, а эти концептуальные основы, они без изменений остались. И сегодня мы слышим те же самые тезисы, в том числе и вот, например, на переговорах в Москве, в Сочи. Прошу прощения, в Сочи. То есть эти же тезисы звучат. Два года назад этот конфликт, Карабахский конфликт, решен. Мы видим, что декларируемые вот в ходе даже военных действий тезисы на протяжении двух лет остаются неизменными. Это говорит о принципиальном характере основополагающих, вот основ внешнеполитической вот такой вот позиции Азербайджана, которая не сменила за два года. Это тоже показатель силы и уверенности Азербайджана в том, что он достигнет всех поставленных перед собой задач. Поэтому, говоря о документе, подписанном 10 ноября, мы остаемся при том понимании, что этот документ имеет все свойства акта капитуляции. Когда в результате военных действий агрессор был принужден к подписанию вот этого документа, который хотел бы обратить внимание, что до сих пор никто не видел, как Пашинян подписывает этот документ, где он его подписал, и когда остается пока, так сказать, исторической загадкой. И вот эта вот концептуальная основа того, что это акт о капитуляции, до сих пор эта вот логика прослеживается и в ходе контактов, которые осуществляет Азербайджан и в России, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и где бы то ни было. То есть Армения, как агрессор, во-первых, Азербайджан использовал свое право на самооборону, принудил ее к подписанию акта о капитуляции, и Армения взяла на себя обязанности, обязательства, которые она должна выполнить. Вот логика, которая проистекает из этого документа, и которая сегодня прослеживается во внешнеполитической активности, во внешнеполитической деятельности Азербайджана, включая и ту часть внешнеполитической деятельности, которую осуществляет глава Государственного общества. До тех пор, пока не пришла осень 2020 года, статус-кол, который существовал в регионе, устраивал всех, кроме Азербайджана и Турции. Во время войны и после него основным медиатором, основным посредником между Баку и Ереваном осталась Москва. Так как статы готовились к выборам президентским, а в мире была, как говорится, пандемия, перекрыты, как говорится, ограниченные полеты и так далее, передвижение людей. Франция чисто на уровне заявлений поддерживала Армению. А сейчас за эти два года многое изменилось. Россия увязла в войне, развязанной в Украине, и задвигались западные игроки. Сейчас Евросоюз, США, Франция пытаются выдавить Россию из региона, и с другой стороны мы видим телодвижение Ирана. И вот хотелось бы попросить вас, как вы видите в дальнейшем, в ближайшем будущем, в среднем будущем, как будет меняться баланс сил в регионе, и как это будет отражаться на взаимоотношениях Баку и Еревану? Ну, во-первых, я должен сказать, что несмотря на то, что Азербайджан во время подписания вот этого документа был один, все хорошо понимали, что Азербайджан и Турция как бы вместе. В дальнейшем вот это вот размещение сил по поддержанию мира и развертывание этой операции по поддержанию мира показало, что Турция также присутствует там. Правда, ее присутствие ограничено в этой зоне, ограничено только в мониторинговой миссии. Но вместе с тем все хорошо понимают, что мы имели дело и имеем дело с тех пор не с российским миротворчеством только, а, скажем так, с российско-турецким тандемом, в ходе которого осуществлялись вот все эти действия на протяжении двух лет. Это была некая копия того сотрудничества, которое было заложено в ходе алматинского процесса по Сирии. И некоторые элементы вот этого тандема, ну, например, сама миссия мониторинговая, да, вот примерно повторяла вот модель того, как осуществляются контакты между Россией и Турцией на месте в Сирии. То есть мы должны все-таки говорить о том, что после 20-го года вот была такая, вот такая, был такой тандем и такой формат. Этот формат очень серьезно не устраивал и до сих пор не устраивает многих. И в первую очередь это касается участия Турции. Потому что сегодня мы видим практически, что Россия как бы абсолютно не против того, чтобы вернуться к формату Минской группы в том или ином виде. Потому что если отбросить, скажем, специфику, которая проистекает из противостояния Запада и России, то мы видим, что французская, например, активность, она где-то ориентирована на возможное присутствие России вот во всей этой миссии, которой они на себя видят. Потому что можно было на уровне экспертном слышать идеи о том, что вот, да, русские там осуществляют какую-то операцию по поддержанию мира, а мы, как Евросоюз, могли бы осуществлять операцию наблюдения. И все могли бы участвовать посредниками в таких переговорах, как переговоры о статусе. То есть Франция, например, пытается продвинуть идею необходимости некого гуманитарного офиса в Ханкянбе, ну, некого экстерриториального какой-то структуры, которая, по сути дела, будет подменять собой какую-то часть суверенитета Азербайджана и выполнять эти функции. То есть смысл идет о том, что, может быть, широко этого не декларируя и Россия, и Франция, по крайней мере, пока еще ничего нельзя сказать более ясного в отношении позиций Соединенных Штатов. То есть европейская составляющая, которая вот в этом коллективном Западе всегда имеет свою специфическую позицию по всем вопросам, приближается к тому, чтобы воссоздать элементы сотрудничества между Россией и Францией вот на этом направлении. Ну, конечно, все это выдается от структуры Евросоюза, где, как мы видим, доминирует Франция. Но мы это все видим, по крайней мере, в зоне условной границы между Азербайджаном и Арменией и в том, чтобы возобновить, скажем, какой-то переговорный процесс пока в направлении делимитации и демаркации границ. Помимо того, что здесь проталкивается и продвигается, в общем-то, концептуальные взгляды армянской стороны, можно заметить и другую цель, которая пока вслух не произносится, но тем не менее, на мой взгляд, является одной из главных мотиваций вот этого вот периода. для активности России и Франции. Я думаю, что главная цель заключается в том, чтобы отодвинуть из этого процесса Турцию. То есть Турция, в принципе, в тандеме российско-турецкого выступила в роли некого сопредседателя, скажем так. А в новой конфигурации, то есть новой версии минской группы или французско-российского тандема, Турция не будет как бы обладать теми возможностями. У нее остаются широкие возможности для воздействия на российскую политику. И эта сфера все более и более расширяется в контексте украинской войны. Но вот тут мы видим, что Франция ставит перед собой целью не только угодить армянам, но и имеет свои интересы в направлении того, чтобы изолировать активность Турции в этом направлении. Сторонников у этого достаточно много. Тут мы можем говорить и об Иране, который тоже отметился за этот период после 2020 года целым рядом о логичных заявлении. Поэтому мы видим, что вот эта ситуация, когда мы отмечаем вторую годовщину нашей победы, она характеризуется тем, что многие игроки, вы, правда, сказали, что это было связано с пандемией, и в такая некая отрешенность от проблем. Но все-таки считаю, что они просто не были готовы к этой ситуации. Вот отойдя от шока, скажем, первого, и они начали выстраивать некие новые такие формы взаимодействия. Ну что, Россия в данном случае демонстрирует готовность, по крайней мере, для того, чтобы выйти из международной изоляции, которая оказалась в результате событий войны, агрессии против Украины, которую осуществляет Россия. Она, в общем-то, готова, так сказать, выйти из двухстороннего тандема с Турцией и пойти на новые вот такие преференции. Французская активность, она, собственно, всегда предполагала и в период войны, и сразу после войны. Мы хорошо помним высказывание Макрона о том, что если мы хотим быть активными на Южном Кавказе, нам необходима Россия. Это звучало еще до начала войны в Украине. Однако, вот эта готовность видеть Россию в качестве партнера со стороны Франции, как мне кажется, очень хорошо и оценивается сегодня в Кремле. И вот то, что мы видим. И не будем забывать параллельную преференцию, которая, в общем-то, возможно, пока не озвучивается очень активно в Кремле. Но ведь если мы вспомним армянскую прозападную активность в этом направлении, то она сосредоточена в том направлении, чтобы в отношении Азербайджана по любому поводу предпринять какие-то санкции международного характера. И, естественно, эти санкции будут касаться прежде всего экспорта энергоносителей и экспорта газа. И поэтому тут Кремль, на мой взгляд, заинтересован в том, чтобы желание французов в национальном плане, то есть в своем Сенате принять какую-то резолюцию, в рамках которой принять санкции в отношении Азербайджана. Потом не будем забывать Нэнси Пелоси, которая тоже еще в Ереване озвучивала такую идею о том, что надо против Азербайджана эти санкции применять и так далее. То есть мы видим, что западный уклон Армении в общем-то преследует и некоторые цели, которые интересует и Кремль. Конечно, поставки газа в Южную Европу не могут изменить вот эту кризисную ситуацию с топливом в Европе, который ожидается при зиму. Но, скажем так, усугубить этот кризис в случае санкций азербайджанского газа – это вполне возможно. Поэтому Кремль на сегодняшний день был бы заинтересован в том, чтобы, если полезные дураки на Западе, такие как Пелоси и Макрон, будут требовать санкций против азербайджанского газа, и надо понимать, что эти санкции, они, возможно, будут расширены и на Турцию, как страну, которая пытается выступать в качестве газового хаба, для транспортировки газа в Европу. То есть в этом плане мы видим, что очень много игроков заинтересованы в том, чтобы продолжать оказывать давление на Азербайджан. И поэтому азербайджанская позиция, которая прозвучала в Сочи, на мой взгляд, со стороны президента, она показывает, насколько Азербайджан готов идти в отношении тех принципов, которые, как мы сказали, прозвучали еще в ходе войны, идти до конца и обеспечивать интересы азербайджану. Толфик Майалем, исходя из того, что вы сказали, будет ли необходимость у Азербайджана вновь решать, как бы дожимать врага всеми же местами, что мы видели два года назад. И еще один вопрос. Варданян Рубен, допускается такая версия, что он отправлен в Москву туда, чтобы потом заменить Пашиняна на посту главы государства, если Пашинян не будет как бы податливым политикой. На посту главы государства Армении. Ну, если позвольте, я начну со второго вопроса. А мне кажется, Варданян, конечно, это проект Кремля. Это все однозначно, что он олицетворяет собой готовность вести переговоры. Он все время об этом заявляет в своих интервью, что он человек, который умеет и хочет вести переговоры. Переговоры о чем? Переговоры о статусе. Даже очевидно, что он как бы себя позиционирует человеком, который не участвовал в военных преступлениях против Азербайджана. То есть, не так, как Араик, который отдавал приказы осуществлять ядерные и ракетные удары по гражданским объектам во время войны. Поэтому это такая заготовка Кремля для того, чтобы склонить азербайджанские власти переговариваться с армянами, которые живут в зоне ответственности сил по поддержанию мира. Я хотел бы сказать, что этот план, он как-то очень хорошо коррелируется в том числе и с заявлением Парижа о том, что они хотели бы открыть гуманитарную миссию. То есть, это некая такая концепция, что хорошо, Армения сейчас концентрируется только на переговорах по границе и по вопросам коммуникаций, о чем, собственно, всегда заявлял Брюссель. А вот вопросы статуса, они концентрируются в переговорах между властями Азербайджана и так называемыми представителями. Это подходы, которые показывают нам то, где объединяются интересы бывших игроков Минской группы. Ответ на эти потуги дан был как в Брюсселе, в Праге, так и в Сочи. И поэтому все попытки направить какую-то миссию наблюдателей в том числе на часть границы с азербайджанской стороны европейских наблюдателей, которые дальше были инфинетрированы сначала на Тлачинский коридор, а потом, так сказать, они, как мы знаем, получили ответ «нет», и они могут действовать только с той стороны границы. И вот ответ «нет» был получен в том числе и в Сочи. Поэтому Азербайджан проявил по отношению к этому свою принципиальную позицию, и проект Варданяна, он, в принципе, закрыт. Хотя сейчас я не исключаю того, что поставки вооружений, вот этих, о которых сегодня стало известно, и так далее, будут определенные попытки все это склонить к новым столкновениям, к тому, чтобы представить ситуацию как гуманитарную катастрофу, будут попытки повторить крики о том, что там новый геноцид и так далее. Будет попытка, я не исключаю того, чтобы рассмотрение этого вопроса в каких-то структурах, включая организацию объединенной акции и так далее. То есть это все возможно, примерно можно предполагать. Но тут мы переходим к первому вашему вопросу. Надо четко понимать, что делал Азербайджан в течение вот этого периода 30 лет конфликта. Весь этот период главной целью Азербайджана была защита суверенитета и территориальной целостности страны. И все действия, какого бы плана они не представлялись на данном этапе, все действия будут расцениваться Азербайджаном с точки зрения попыток нарушить суверенитет территориальной целостности. Поэтому проект Варданяна, попытка принятия резолюции в Сенате Франции, шуршание проармянской диаспоры в Конгрессе США и так далее, все эти попытки на сегодняшний день оцениваются только в одном ключе. продолжение попыток аннексии территории Азербайджана. Поэтому в отношении этого, после этой квалификации я думаю, что Азербайджан, как и раньше, будет готов применять все силы. И все те, кто пытается играть в эти игры, должны это хорошо понимать, включая и тех несчастных, которые варданяновские деньги собрали на площади Ханкианди. Они должны понимать, что они становятся, скажем, инструментом или козлами на заклане в этой большой игре. Потому что в случае, если кто-то захочет использовать их против территориальной целостности Азербайджана, то они будут первыми жертвами этой войны. Спасибо большое, Торфик Налин, за очень обстоятельные комментарии. Я для себя лично очень много открыл. Спасибо вам за ваш интерес и наилучшие пожелания и поздравления вашим зрителям с огнем победы. Уважаемые зрители, вы смотрели интервью с Душимминистром иностранным делом Азербайджана политическим аналитиком Торфиком Дзакфугаровым. До новых встреч, Торфик Налин. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»